Добрый день, дорогие друзья! Сегодня специально для вас мы снова пишем интервью с известным для вас уже психологом Ларисой Корпушенко. Добрый день, Ларис. Мы находимся в салоне интерьера Каре Астана, где очень классная, интересная, винтажная, креативная мебель. Вам нравится? Действительно, очень винтажная и очень креативная. В общем-то, как и ваше платье. Как и моё. Ему всего 5 лет. Ну, уже, можно сказать, винтаж от Аиды Кауминовой. Ларис, для того, чтобы покупать платье, покупать мебель, покупать конфеты, сахар, масло, хлеб, для этого необходимы деньги. И я решила, что сегодня мы поговорим с вами именно о деньгах. Хорошая тема? Действительно, очень нужная тема. Я не знаю ни одного человека, которому они не были бы нужны, потому что деньги – это средства для достижения целей, для счастливой жизни, для того, чтобы получать удовольствие от жизни, для того, чтобы творить, создавать и созидать. И без этого невозможно. Естественно, они нужны. Ларис, но есть люди, которых деньги любят. Да. Кто-то это связывает с нумерологией. Вот у меня есть подруга, она говорит, потому что у меня там 4 семёрки, а у меня там 2 семёрки. Кто-то это связывает, наверное, с трудолюбием. Вот это, наверное, моя категория. Я знаю, что если ты очень много работаешь, рано или поздно деньги придут. Но есть люди, которые совершенно, действительно, ничего не делая, на них просто получают. Они получают абсолютно всё, огромные суммы. Такие люди мне тоже знакомы. А есть люди, которые жаждут денег, хотят очень много зарабатывать и трудятся очень много. Но при этом деньги, вот бывает же, что просто приходят и уходят. Что происходит? Как вообще притянуть деньги и сделать так, чтобы они тебе служили? Чтобы не ты служил, не ты работал на деньги, а чтобы деньги работали на тебя? Ну, испокон веков считалось, что деньги – это некая мистическая энергия. Она существует так же, как существует привидение. Она совершенно разумная, она мистическая. И действительно, она кого-то выбирает и кому-то очень легко даётся, а вот кого-то она не выбирает. И вот здесь очень важен вопрос взаимности. Ведь все мы выбираем тех, кого мы любим. Если действительно человек очень доверчиво относится к этой энергии, он её любит, он её обожает, он ей открывается, он ей доверяет, а она очень легко идёт навстречу ему. И такие люди, они фактически такие счастливчики. Деньги на них сами по себе валятся. Причём огромные суммы. Бывает там наследство, выигрыш. Внезапный проект, в котором человек практически не участвует, но всё получает. Да, есть такие люди, наделённые определённой мистической силой, определённым притяжением для энергии денег. Но они эту энергию действительно любят. Они её обожают. И она им платит взаимности. А что делать людям, которые работают, например, госслужащим? То есть вне зависимости от того, как человек работал, плохо или хорошо. Может быть, он перерабатывал. Но ежемесячно на его карточку попадает определённая сумма денег. Вот что сделать для того, чтобы он, может быть, даже их не чувствует, может быть, даже он их и не трогает. Потому что сейчас везде стоят посттерминалы, и везде расплачиваешься карточкой. То есть как притянуть деньги человеку, который знает, что каждый месяц он будет получать ровно 150 тысяч тенге? Ну, есть два пути. Два пути. Первый путь. Если вас не устраивает то, что вы имеете, а ведь именно мы хотим что-то иметь через деньги, то есть мы не интересуемся просто вот этими бумажками цветными, нам нужны какие-то объекты, которыми мы хотим обладать. То есть если вас не устраивает то, что вы имеете, смотрим на следующий пункт. Значит, вы что-то не то делаете. То есть если человеку не устраивает та сумма денег, которую он получает каждый месяц, значит ему нужно поменять работу. Да, поменять работу. Потому что иначе ничего в его жизни не изменится. Если он не начнет делать что-то еще помимо этой работы, не начнет менять работу, не начнет изменять свою специальность, его понятие «имею» не изменится, пока он не изменит то, что он делает. А дальше, конечно, мы выходим на новые идеи. Если я делаю что-то не то, и я имею не то, что я хочу, а я хочу гораздо больше, значит в мою жизнь должны приходить еще какие-то идеи. Значит, идей недостаточно. Значит, если идеи не хватает, значит, возможно, я сам должен измениться. И вплоть до изменения своей миссии в этом мире. То есть, возможно, я не служащий. Или я не служащая. Хорошо. Госслужащий решил поменять. Не устраивает его 150 тысяч в синге на карте. Он решил, пришла хорошая идея в голову открыть ресторан. Идет в банк, показывает свои пенсионные отчисления, ему утверждают, он получает кредит. Но не имея опыта в ресторанном бизнесе, через год он может обанкротиться. Как настроить себя, вот как психолог подскажите, настроить себя не только на нужную волну, на хорошую идею, стать бизнесменом, а сделать так, чтобы деньги действительно как-то притянулись в твою жизнь. Что для этого нужно делать? Есть огромное количество упражнений. Как раз второй вариант, который я говорила о том, это специальные упражнения, которые просто притягивают к нам деньги. Но вот, допустим, есть такой знаменитый танец с деньгами. Деньги, как известно, связаны с сексуальной энергией. Представьте себе, что вы входите в роскошный дворец, в роскошном костюме или платье, и начинаете по очереди танцевать с долларом, с евро, с рублем, с тенге, с франками и так далее. И попробуйте в этом танце испытать состояние гармонии, состояние счастья, состояние любви. И вскоре после этого танца, если он был сделан очень хорошо, это упражнение было проделано несколько раз, в вашу жизнь начнут приходить деньги просто так, сами по себе. Лариса, у меня сразу возникает вопрос. Неужели все наши Форбсы, все наши миллиардеры проделывают такие упражнения? Ну, они обязательно понимают, что деньги связаны с сексуальной энергией, и с энергией любви. То есть эти люди реально любят энергию денег, и она им дарит тоже в ответ свою любовь. Когда мы что-либо любим, энергия сама начинает каким-то образом идти к нам навстречу. Она сама предлагает нам проекты, как она будет к нам приходить реализовываться, какие-то возможности новых знакомых, друзей. То есть настрой с любовью на энергию денег тоже очень важен. А ведь многие об этом просто не знают. Вот спрашиваешь у человека, что для тебя большие деньги, и кто для тебя богатые люди. И такое серьёзное выражение лица, и брови хмурятся. То есть большие деньги – это как бы плохо. И люди богатые, они тоже все какие-то нехорошие. Есть установки даже у людей, что большие деньги – большие проблемы. Большие деньги – большие проблемы. То есть когда говоришь человеку, что ты сделаешь 2 миллионов долларов, у него состояние страха, испуга. Он их реально просто боится. Какие 2 миллиона? Он начинает зависать на ближайший час. И он даже через сутки не может сказать, что он сделает. Лариса, 2 миллиона – это прям совсем большая сумма. Ну для некоторых. Да, но я хочу сказать, что есть, я знаю людей, которым 2 тысячи долларов, у них сразу же желание возникает что-то с ними сделать, куда-то их потратить. Потратить, избавиться от них. Избавиться. Возникает состояние испуга. То есть это же неправильно. Да, это неправильно. Дело в том, что вот есть такое упражнение, которое показывает, к какой сумме денег вы готовы. Начинаем с того, что предлагаем человеку представить у себя в руках определенные суммы денег. Ну допустим, когда он представляет у себя в руках 200 тенге. Обычно состояние такой скуки. Это неинтересно. Это скучно. Дальше мы предлагаем ему, допустим, сумму 10 тысяч тенге. Ну возникает такое оживление. Ну можно уже потратить в магазине. Дальше 100 тысяч тенге. Ну уже можно куда-то сложить. Состояние спокойствия. 500 тысяч тенге. Уже нормально, можно уже чем-то прикупиться. И вот потихонечку мы идем через состояние скуки, к состоянию оживления, потом состояние спокойствия, удовлетворения и доходим до зоны страха. Вот как только мы видим на лице выражение страха, ну допустим, предлагаешь человеку в руки взять 2 миллиона долларов. Ну вот такая упаковка будет, да? Он начинает реально пугаться. У него выражение испуга и первые мысли. Куда девать? Куда спрятать? В какую ячейку положить? То есть если у человека есть страх, значит он к этой сумме не готов. Он к этой сумме не готов. И эта сумма никогда не придет к нему? Она никогда к нему не придет, пока он эту зону не переделает. Потому что он будет автоматически избавляться от этой суммы, даже если она придет. Какие варианты избавления? Положить на непонятный счет в непонятный банк, раздать родственникам всем, да? Запихнуть в ячейку, спрятать. Это все варианты избавления, кстати. А купить недвижимость? Купить недвижимость, но обычно люди, которые боятся денег, они покупают недвижимость не размышляя. Они не думают, она будет увеличиваться в цене или нет. То есть они покупают, лишь бы купить? Да, они заходят в первое попавшееся место, скидывают все деньги, потому что они страшно боятся этой суммы. А то, что недвижимость потом упадет в цене, или это какое-то невыгодное вложение, их даже не интересует. У них возникает состояние ужаса. Я не знаю, что делать с этой суммой денег, я ее боюсь. Ларис, я знаю, что вы работаете с разными людьми, и в том числе с очень обеспеченными, очень богатыми людьми нашей страны. Наверняка вы ведете какую-то аналитику для себя, да, там в голове. Скажите, эти люди как выстроили свои отношения с деньгами? Чаще всего у них определенные программы, которые они получали в детстве от родителей. Какие? И, допустим, программы были такие. Маленькие деньги – это не деньги, средние деньги – это не деньги, и только очень большие деньги можно назвать деньгами. Вот такая вот очень интересная программа. Еще от родителей... Детство нужно говорить, запомнили, да? Маленькие деньги, не деньги, средние деньги, не деньги, большие деньги. Это только можно назвать деньгами. Еще программа от родителей тоже была такая, что деньги можно заработать только головой, организовав какой-то процесс. Эти программы давались тоже уже в детстве. И чаще всего очень успешные люди, которые просто притягивают к себе деньги, имеют мощнейшую программу с детства, которым ставились еще до 14 лет. И поэтому они достаточно успешны во всех проектах. И действительно, деньги к ним липнут как мед, потому что программы их финансовые, они для них совершенно естественны внутри них. То есть ребенка нужно научить тому, что большие деньги – это норма жизни, да? То есть ты готов и способен заработать большие деньги. Да, нужно задавать ребенку такие задачи, на что бы ты потратил сумму в 2 миллиона долларов. И он должен расписать. Расписать, чтобы она приносила еще прибыль. Если дети такие задачи будут учиться решать в 13, 14, 15 лет, я вас уверяю, вы из них вырастите необыкновенных финансистов. А как ты потратишь 10 миллионов долларов? А вы что-то их вложишь, а что ты сделаешь? Ребенок начинает привыкать с мыслью, что это естественно, что это совершенно естественно иметь 10 миллионов долларов. Но не забываем про Трампа, который тоже из достаточно обеспеченной семьи. Ведь для него было совершенно естественным уже с детства видеть и наблюдать большие суммы денег. Для него, мне кажется, было совершенно естественно вообще хотеть быть президентом. Да, да. Ну, через какое-то время... Потому что для многих людей, мне кажется, желание быть президентом, оно какое-то мистическое, нере... в счетах, не приносящих доход или в ячейке. Эта энергия хочет развиваться, двигаться, что-то менять в этом мире, творить новое. Она соединена с творческой энергией человека. И поэтому к тем людям, которые не готовы дать ей дальнейшее развитие, она просто не приходит. Лариса, а что вы скажете тем людям, которые считают, что деньги, полученные легким путем, к примеру, в казино выиграли, с неба упало, наследство получили, что как пришло, так и уйдет? Это неправда. Это тоже установка? Это тоже установка. У кого-то оно так и ушло. А для кого-то, и я знаю таких людей, они были в моей практике, люди, которые периодически выигрывают в казино по 100 тысяч долларов. У них они никуда не уходят. Они просто покупают то, что им нужно. Но есть люди, которые выигрывали 100 тысяч долларов и тратили их в тот же вечер. И у них такая установка, что деньги – это страшно. Деньги – это страшно, нужно избавиться. И, скорее всего, у них такая установка, как пришли эти деньги, так они и должны ушли. Как пришли, так и ушли, да. А есть те, которые, о, я же заказывала это у пространства, и я знаю применение этим деньгам. Как классно, что я выиграл или выиграл. Теперь я знаю, куда я вложу. Эти деньги мне нужны на какой-то там мой проект. Лариса, скажите, пожалуйста, а есть правило роста денег? То есть если есть тысяча долларов у человека, он хочет из тысячи сделать две тысячи. То есть он, да, не боится этих денег, вот они пришли в его жизнь. Он не боится, он не пойдет сразу, не купит себе мебель или еще что-то. Он захочет купить себе сразу там, я не знаю, там спальный гарнитур, кухню и гостиную. И из тысячи сделать две тысячи. Правило роста денег. Правило роста денег – это то, что человек начинает все-таки вкладывать не в объекты, которыми он будет любоваться, а он начинает их вкладывать в какое-то дело. Вот тогда они начинают расти и развиваться. И, между прочим, именно к этим людям деньги сами стремятся. Потому что, я уже говорила, они стремятся двигать эволюцию человечества. Это и мистическая энергия, но она разумна. И многие знают, что она реально мистична, и поэтому привлекают ее с помощью там заговоров, с помощью ритуалов различных, покупают себе статуи Лакшми из храма, статуи богини Лакшми, богини богатства, статуи Ганеши и так далее. И это тоже работает. Потому что через этих божествах они взаимодействуют с энергией денег. Масло почули. Да, масло почули, масло и ланг, и ланг, там еще какие-то вещи. И поэтому правило роста – это все-таки ты позволяешь деньгам двигаться, ты вкладываешь их в дело. Что касается предметов роскоши, они сами по себе тоже начинают притягивать деньги. То есть, чем больше вас окружают предметов роскоши, тем больше они начинают к вам притягивать эквиваленты этих же денег. Поэтому должно быть и то, и другое. В обязательном порядке. Вот есть такая очень интересная вещь у Пелевина в книгах. Он говорит о том, что просто носимая с собой определенная сумма денег, то есть, неважно, в наличных или в бриллиантах, или в виде часов, она начинает притягивать к человеку деньги. И это совершенно правда. То есть, это проверено и мной, и некоторыми людьми. То есть, носимая сумма денег, то есть, на себе с собой начинает притягивать деньги. Ларис, скажите, пожалуйста, а что происходит с людьми, у которых были огромные финансовые потоки, но в какой-то момент они обанкротились? То есть, какую ошибку человек совершает, когда в какой-то момент деньги просто отворачиваются от него и уходят? Часто бывает, что человек достигает определенной зоны страха. То есть, та зона, за которой возникает состояние страха. «Я боюсь, что за эти деньги меня убьют», или «Я боюсь, что за эти деньги меня посадят». И как только он начинает активизировать свои страхи, они начинают работать уже с огромной силой, и мгновенно происходит скатывание к очень низкому уровню. Поэтому людям, которые выходят на высокий уровень денег, нужно четко отслеживать свои страхи и работать с ними. И, между прочим, многие из них очень успешные работают с этим. Приходят и работают, потому что они понимают, что им нужно двигаться дальше. Если они с этой зоной не проработают, они действительно могут потерять всю сумму. Потому что если у человека включается лампочка, такая вот в мозгу «Я боюсь, что со мной будет из-за этой суммы», поверьте, лампочка в какой-то момент может быть сильнее вас. И бывает, что возникает какая-то критическая сумма, для кого-то это 2 миллиона долларов, для кого-то 5, для кого-то 10. Для кого-то 2 миллиона тенге. Ну, в меньшей степени. Нет, есть люди, для которых 2 миллиона тенге – это тоже какая-то лампочка. И человек, не успев заработать, он уже их потратил. И потом возникает дисбаланс. И мне кажется, люди, наверное, должны как-то себя еще готовить к деньгам. И к 2 миллионам тенге, и к 2 миллионам долларов. Поэтому лично мне импонирует стратегия, когда ты идешь степ-бай-степ, аккуратно к своему заветному миллиону сначала, потом к 10 миллионам, потом к миллиарду долларов. И это нормальный процесс, и мне бы хотелось, чтобы люди шли к ним вот так. И тогда ты ценишь каждую тенге, каждый доллар, который ты зарабатываешь. Действительно, такой вариант возможен. Но есть люди, которые просто любят деньги, просто наслаждаются. Я знаю таких. У меня тоже есть подруги-талисманы. Которые просто вот со всех сторон они получают. Чаще всего у них связано с деньгами состояние наслаждения. То есть, когда они видят деньги, они наслаждаются. Когда они видят какие-то предметы, они наслаждаются. И деньги тянутся на это их состояние наслаждения. Потому что деньги близки к состоянию наслаждения. И такие люди легко все получают. Причем даже и мужчины тоже, и женщины, и мужчины. Просто могут наслаждаться состоянием обладания какой-то суммы. И деньги приходят к ним, еще приумножаются. Я недавно общалась с одним миллионером, и он говорил мне о том, что он практически отдыхая, зарабатывает деньги. То есть он вообще не утруждает себя сильно, я не знаю, там, стрессовать, контролировать. Опять же установки человека. Он все время путешествует, и во время путешествия... Чтобы я буду отдыхать, путешествовать, и пусть деньги ко мне придут. Между прочим, ваши установки имеют значение, если человек пропишет такие установки, ну не меньше, чем 45 дней, допустим, деньги приходят ко мне легко, и легко приумножаются. То есть я отдыхаю и зарабатываю деньги. Я отдыхаю, улучшаю свое состояние здоровья, и ко мне приходят огромные суммы денег. Через какое-то время эти установки начнут работать через подсознание. И действительно начнут складываться так обстоятельства, что человек будет просто отдыхать, и деньги будут приходить. Ну, конечно, он кое-что будет делать. Но в то же время будет его процесс, установки, которые он дал, они будут работать. То есть я отдыхаю и зарабатываю деньги. И последний мой вопрос. Мне кажется, все-таки самое главное, вы говорите, что деньги – это энергия, и энергия должна быть положительной. То есть это не должен быть криминал, сутенерство, наркотики. То есть энергия должна быть чистая, карма у денег тоже должна быть хорошая. Есть карма, и деньги любят людей позитивных, это нужно учитывать. То есть есть люди, которые относятся к категории, допустим, неудачников. Это человек, который ощущает себя «я минус, у меня все плохо, окружающий мир тоже минус». Это вообще категория абсолютных неудачников. Следующая категория неудачников – «я минус, окружающий мир плюс». Это тоже категория неудачников. Следующая категория – «я плюс, окружающий мир минус». Это все еще неудачники. И только когда возникает ощущение, что я плюс, я окей, и вокруг меня все окей, тогда возникают очень позитивные отношения к миру, и таких людей люди любят больше. А дальше, конечно, можно двигаться, я там супер окей, вокруг меня супер окей, я звезда, вокруг меня только звезды. Кстати, Лариса мне открыла тоже глаза, потому что вот это правило я знаю давно, когда ты окей, и люди вокруг окей. Я живу давно по такому принципу. И это заметно, кстати. Заметно? Я живу, наверное, потому что меня мама так воспитала, вот у нее такой положительный настрой всегда. Что касается я окей, и я супер окей, и мои люди вокруг меня тоже супер окей, вот вы мне сказали об этом, я задумалась, что действительно я, наверное, уже тоже перешла в какую-то другую для себя категорию, потому что обращая внимание на своих подруг, друзей, знакомых, коллег, я вижу, что реально меня окружают не просто там, в кавычках, успешные люди, а люди, которые себя сделали, да, такие настоящие селфмейды. Но стремлюсь я, конечно, в категорию «я звезда» и «вокруг меня звезды». Это не значит, что звезды там шоу-бизнеса, да, это реально люди, которые просто светятся. И таких людей, к сожалению, мало. И я бы очень хотела, я специально для вас, дорогие зрители, записываю это интервью вместе с Ларисой, мы ничего не зарабатываем, да, на этих интервью, мы делимся, потому что в делении, когда ты делишься, ты тоже очень многое получаешь. Я бы хотела, чтобы все казахстанцы поняли для себя, я очень часто об этом говорю своим сотрудникам, своим родственникам, что деньги просто так не приходят, и деньги просто так не могут задержаться в твоей жизни, нужно еще на психологическом уровне работать. И поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, пишите, задавайте их Ларисе, можно, конечно, записаться на прием к Ларисе Крупушенко. Нужно с этой энергией работать. В Ютьюбе есть очень много информации, в интернете есть. Ищите, богатейте и знайте, что деньги – это, как вы сказали, мистическая энергия. Да. И она может в вас влюбиться. И, возможно, это произойдет очень скоро. Спасибо большое. С вами была Динара Саджан и Лариса Крупушенко. Смотрите нас на канале Ютьюб, и обязательно подписывайтесь на меня. Смотрите наши ролики также в Инстаграме. И очень скоро мы увидимся снова и запишем еще много интересных тем. Спасибо.